Девушки отдыхают Но чувствую, для безопасности понадобится Дай пятьдесят Пятьдесят один У него секретное задание Задержать Наполеона в Москве Но для этого нужна баба Кто такая? Ты Блин! Во имя Родины Он переступит через мужское «я» Меня любовь оторвала от суеты И соблазнит Наполеона Пойду Наполеона снимать Пардон Поручик Удала снимать должны не вы, а вас Какая женщина? У меня такой еще никогда не было Как же хорошо быть в тёвостке Но даже у разведчика бывают слабости Вот эта девушка Наташа Ростова Мы из Европы 1810 года Предлагаю поехать к вам Значит, всё, что я слышала о вас, это правда? Вы быкновенный бабник Я герой народного фольглора Я не могу по-другому Ради любимой женщины Он пойдет на все Выходи за меня Поручик, скажи вслух, я не раз слышала Я не могу Можешь? Больба за глаза И уничтожит врага Против будет даже Ван Дам Ржевский против Наполеона Завиня, что лезвиянка? Ничего греха таить Есть чутка Стойка 25 января в Старом Добром 3D Наполеон захватывает Москву Задача у правительства Задержать его в Москве как можно дольше Для этого решается нанять Какую-то шпионку Для того, чтобы она его соблазнила И влюбила в себя И задержала как можно дольше Так как Наполеон великий бабник Посылать просто какую-то женщину опасно Потому что никакая женщина перед ним стоять не может Принимается тонкое стратегическое решение Переодеть Поручика Ржевского в женщину Так как это самый надежный вариант И все прекрасно понимают, что секса там не будет по определению Ну, Наполеона играет Вова Зеленский Мне кажется, что это лучший комедийный Наполеон, которого только можно было найти Во-первых, он безумно похож Во-вторых, он безумно обаятелен Вова мой партнер, Вова мой друг близкий И безумно талантливый человек И я хочу сказать, что без него Как характера, как артиста Который мог бы исполнить роль Наполеона Я думаю, что фильм вообще не состоялся Вова вообще человек Очень похожий по темпераменту Наполеона Он очень амбициозный Безумно талантливый Он визионер При этом он потрясающий политик Как человек Поэтому мне кажется, что очень многие вещи, которыми был известен Наполеон Ему абсолютно органично давали В Жевского играет Паша Деревянка У него сложная довольно задача Потому что ему мало того, что он известный Казарова Русский фольклорный Он еще при этом должен переодеться в женщину Что ему абсолютно тяжело сделать По образу его Но когда он это в итоге делает Он, что называется, входит в роль Пашка очень смешной То есть можно было бы сделать Здрасте, ваша тетя Но хотелось как-то немножечко еще пойти дальше Ван Дам Меня удивил, поразил Просто ему пришлось играть совершенно интеллигентного француза Он настолько это органично сделал И с таким тонким юмором И с таким достоинством И так органично и пластично Что я просто, ну я вообще физически не мог себе представить Что он вообще настолько Он вообще реально профессиональный артист Очень хороший артист Это всем будет понятно То есть даже этот эпизод, конечно, он комедийный И все, но тем не менее Мы все прекрасно знаем Ван Дам И что он может Увидеть эту сторону было для всех Не только для меня На площадке все были в шоке Что касается технического аспекта съемок в 3D Во-первых, глубина кадра создается за счет цвета А не за счет композиции Цвета и света А во-вторых У тебя Ты практически ограничен Только широкими линзами в съемках И это Очень сильно лимитирует Тебя как режиссера Я как бы привык снимать Нормальное стандартное кино И обожаю длинные линзы И как бы Когда ты не можешь ими пользоваться Это очень сильно отягощает процесс В плане того, что ты не можешь использовать две камеры одновременно Полноценно Ты не можешь композиционно делать какие-то вещи Которые ты мог раньше делать И ловить какие-то моменты на крупняках Этого всего нет То есть здесь все гораздо более Процесс гораздо медленнее Процесс гораздо более вымеренный Меньше импровизации Меньше работы с плеча вообще Как бы, да То есть это все гораздо сложнее Но съемка в 3D По большому счету Это каждая камера состоит из двух камер Которые снимают в зеркало Которые снимают один и тот же Визуальный ряд Через зеркало И каждая стоит на миллиметр Буквально на долю миллиметра Смещена от другой И поэтому за счет этого получается объем Камеры тяжелее Камеры, потому что их две Камеры неподвижнее Для того, чтобы двигать камеру Это нужен кран Очень сложный, долгий Изнурительный процесс Синхронизирования этих камер Для того, чтобы Все пропорционально И по геометрии И так как бы, да Чтобы все было абсолютно В одинаковом Чтобы потом это все свелось Короче говоря И не было тяжело смотреть И не было нагрузки на глаза Слишком сильно Непосредственно за 3D технологии Отвечали американцы У нас Мы привезли 9 человек Американцев Которые Непосредственно Специалисты в этой области Работавшие На Самых больших К тому времени Проектах 3D в Голливуде Включая Аватар Без них мы бы никогда В жизни не смогли бы Ничего этого сделать Как бы это абсолютно Это абсолютно Они единственные Кто понимали Это оборудование Это оборудование было куплено И привезено Непосредственно Я нанял эту группу Еще до того Как они приехали сюда То есть Они приехали Со своим Практически оборудованием Которое они точно знали Как работает Им очень понравилось Им понравился Очень Киев И они Они под глубоким впечатлением Остались от людей От гостеприимности От еды От того Как о них заботились На самом деле На самом деле Это была одна такая Очень Очень хорошая история Того Как профессионалы Приехали И поняли Вообще Что такое Как бы Украина И что такое Славянская Как бы душа И Немножко выучили язык Передали опыт Они мне до сих пор Звонят все И говорят о том Что это На самом деле Был очень запоминающийся Проект для них Потому что Такого тепла И такого Какого-то Романтичного Вот этого настроения Ну может быть Еще и фильм Такой комедийный Романтийный Там много романтики Я не знаю В общем и целом Получился такой Как бы Замес Очень На них Который на них Произвел Большое впечатление Ну этот проект Как бы он для меня Очень В общем-то Достаточно принципиальный В жизни Потому что Во-первых Это самый большой Мой проект По масштабу И по сложности Очень доволен У меня Правда Ощущение Что это все Вообще Все усилия И все Работа всех людей И вообще И затраты Средств Вообще Стоило свечей Потому что Это правда Получился Очень свежий Как бы Яркий фильм Так как фильм Снимался в 3D Это в общем-то Беспрецедентная вещь Потому что Снимать по правильной Технологии в 3D На территории Как бы русскоязычной Это Ну это Достаточно Рискованное Предприятие По определению Просто потому что Даже в Америке Костюмированный фильм В 3D Это 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 я не знаю 5% рынка Максимум Но это такой фильм К которому надо Открыться Это такой фильм Который Я снимал Очень доброжелательно И с большой любовью И к тому Что происходит на экране И к зрителю Для которого я это снимаю И Если Зритель дал бы мне шанс И просто открыл Свои сердца Как бы С самого начала К тому что там происходит Как бы То мне кажется Это очень сильно Помогло Потому что Потому что Месседж общий Там очень добрый И сделан С большой любовью Поэтому если Люди откроются То Им это Очень сильно Поможет Получить удовольствие Как бы На фильме Субтитры Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 превратить превратить наше кино совершенно в кино другого жанра. Судя по всему, у нас это получается. Я немножко немножко такая шальная Наташа Ростова. Наташа Ростова, наверное, не совсем в том представлении наших людей, как обычно они привыкли представлять по войне и миру даже. Да, Наполеон? Немножко мальчишка. Ну, Сыбакин, Барда я все это научилась носить. Я понимаю, как вам тяжело, ребята, я вам себя так сочувствую в этом смысле. Это ужасно, неприятно. Целоваться, как с усами. Ростов, Ржевский, Наполеон, Ржевская. Тут сплетение стольких судеб в одном фильме. И все это ради чего? Ради эмоций, ради страсти, ради любви. Мне кажется, очень интересны все эти истории, потому что, во-первых, они очень женные, во-вторых, все играют очень... Мы не комяков, мы не играем комедию. Для нас это все по-настоящему. А то, что это еще обречено в такие яркие костюмы, все это в таких ярких декорациях, я думаю, что зрители это будут очень держать. Ну, плюс Руде, конечно. Я вам просто скажу, Ржевский против Наполеона. Все. Потому что это очень смешно и интересно, правда. Круто. Вы должны очаровать, соблазнять, использовать. Но главное, главное, ни при каких обстоятельствах не пустить шмеля на свой цветок. Каюсь, мадам. Я в ботанике не зуб ногой. Может, пусть его присаживается на цветок? Ну, какой присаживается, поручик? Да у вас нектара нет. У вас у самого жало. Ладно, со временем все сами поймете. Ну, что, с Богом, графиня Ржевская. Отныне судьба России в ваших хрупких руках. Жужу! Я, конечно, герой анекдотов поручик Ржевский. Наверное, я графиня Ржевская, воплощенная в реальном поручике Ржевской. или наоборот. Я уже запутался. Наташа! Я за мир во всем мире. За объединение Ржевского с Наполеонами. Тогда они настоящая сила. Поручик Ржевский, это же я! Это же я! Ну, конечно, в каждом персонаже, мне кажется, сыгранным лотобой есть что-то от тебя. А иначе и быть не может. Конечно, есть. В поручике Ржевском естественно есть. Я же хороват, хороват, с конем заповед, безумного ядеря. Рюмочку для храбрости. Попешок, чтобы не комплексовать. самая сложная граффити Ржевский, это, конечно, грим. Самое неудобное, это парик. Вот это мои волосы, сейчас после парика. Где-то 60 с чем-то заколок, которые вот так волосы, голову стягивают. За целый день голова очень сильно болит. Ну и платье, конечно, эти громадные и каблы. Рафиня Ржевская и граф Толстой. Твою мать! Рафиня, вы помещенная дама, материнская французская. У вас есть план? А что те лица? Пойду Наполеона снимать. А у Ржевского, у моего, это усы, это клей, я ненавижу клей, собственно, вот. Но зато костюм гораздо, гораздо комфортнее. Мы просто крутим, бегудеем, и все. Не шучу. Ну, как-то больше почувствовал движение женщины, ее пластику, как-то. Что-то интересное. Надеваешь это платье, и что там вдруг с тобой происходит? Я имею в виду, как-то интересно, у тебя какие-то руки новые появляются. Что откуда берется, вообще непонятно. Но это было очень интересное эксперимент. поручик Ржевский меняется. Да не-не-не, он пристает быть ходячим анекдотом. Ну, собственно, не про поручика же одного кино, а кино про любовь, про прекрасных людей. И про то, что в итоге побеждает, конечно, веселая, веселая комедия, веселая любовь. Афект, я думаю, будет, когда мы посмотрим кино. Но в этот фильм я сейчас шел и думал, как раз вложено очень много таланта. Реально, с разных сторон. В этот фильм вложено столько таланта, что, мне кажется, он не может мне удаться, мне получиться. Первый раз я работал со Светой, вот, с Ходченковой. Могу сказать, большущее удовольствие получил и получаю. она вот такая девчонка и очень хорошая актриса. И она будет развиваться, у нее очень большие перспективы. Вот. Конечно, Вова Зеленский, наш Наполеон. Это просто, не знаю, какой-то невероятно чудесный человек. Вот. Очень талантливый, помимо того, что реально дико талантливый, просто мега хороший человек. Мега классный, приятный, адекватный. С Мишей Глуштяном впервые тоже так поближе.